Фух, волнительный пиздос. Около полугода назад к ним добавился новый персонаж, Никита Бездушный, в жизни Никита Селищев. И так получилось по истечению обстоятельств, что по собственной инициативе Никита Селищев задолжал мне 100 тысяч рублей. Но об этом я расскажу чуть позже, детально подкрепляя все фактами, так что обязательно досмотрите этот ролик до конца. Ну а сейчас, пожалуй, все по порядку. Так, интересно. Итак, Никита Селищев начал свою интернет-деятельность как личный сетевой питомец легендарного бухлоблогера Дедушки Бордея. Дедушка Бордея, опять пошел за пивом. Хотя как он легендарный, обычный, одинокий, никому не нужный стареющий алкаш, проживающий в раздолбанной коммуналке. Худеть можно. И так время шло своим чередом. Дедушка Бордея и Никита Селищев собирались по вечерам в интернете, убухиваясь в хлам дешевым алкоголем. И занимались поливанием говном известных представителей отечественной рок-сцены. Та-та-да. Та-та-да, блять. И вот однажды у Никиты Селищева произошел конфликт с гитаристом из проекта Анархия. А так уж получилось, что я довольно долгое время общался с этим самым гитаристом. Зная об этом факте, Никита Селищев сразу же прибежал ко мне и потребовал, чтобы я слил ему всю нашу переписку. Господи, ну что это такое? Ну это черти что! Казалось бы, зачем она ему нужна? Ну кого интересует чужая интернет-переписка? Но тут все было очень просто. Переписка ему нужна была для того, чтобы выиграть из контекста интересующие его моменты, исказить их для своей выгоды и обнародовать на весь интернет. Хотя какой весь интернет? Что я такое говорю? Никита Селищева, помимо Светланы Минаковой и Сергея Мельника, знает еще штук 5 пустоголовых школьников. Ну максимум 10. И даже это не факт, что эти школьники настоящие, вполне возможно, что это фейки самого Никиты Селищева, потому что фейки создавать он очень любит. И чуть позже я их обязательно покажу. Так вот, возвращаясь к напечатанному, когда Никита Селищев прибежал ко мне и начал требовать переписку, я естественно вежливо ему отказал. И хотя на тот момент я уже довольно давно прекратил какое-либо общение с заявленным ранее гитаристом, но участвовать в таком говне, как слив переписок, я естественно не собираюсь. А обиженный до слез и полностью морально растоптанный, слабоумный юноша Никита Селищев не смог придумать ничего умнее, как только записаться в ряды интернет-хейтеров и стать уже личным сетевым питомцем Сергея Мельникова и Светланы Минаковой. И пиздец вообще. Ну а теперь давайте сделаем небольшое отступление, потому что я просто не могу не обратить внимание на тот факт, что буквально около года назад эти самые Сергей Мельников и Светлана Минакова самым жестоким образом оскорбляли в интернете Никиту Селищева. Все происходило по классической схеме кибербуллинга Мельника и Минаковой. Про Никиту Селищева создавались оскорбительные паблики, пачками фотошопились фотожабы, а также придумывались оскорбительные прозвища. И естественно по интернету массово началось распространение клеветы о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации Никиты Селищева. Ну это дело рук Мельника, сто процентов, потому что Сергей Мельник, он просто бредит геями. Вот это да. Вот это да, блять. Хотя именно вот это на удивление оказалось правдой. Дело в том, что в сети обнародована личная переписка Никиты Селищева с подтвержденным представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Очень, кстати сказать, душевная переписка. И чуть позже я ее, естественно, покажу. Вот тут возникает один закономерный вопрос. Это насколько же сильно нужно самого себя не уважать, чтобы после всего этого взять и побежать кланяться в ножки тем, кто поливал тебя говном в интернете очень долгое время. Но тем не менее Никита Селищев с удовольствием вылезал задницы Мельника и Минаковой и стал, так сказать, их верной собачонкой, личным интернет-питомцем. Ну ты шутник, конечно. И вот понеслось. Никита Селищев стал круглыми сутками сидеть в хейтерских пабликах, созданных Мельником и Минаковой. Начал писать про меня тоннами всякую оскорбительную чушь. Ну, сами понимаете, обидели мальчика, не дали ему чужую переписку. А поскольку сам Никита Селищев существо невероятно глупое и неспособное хоть на какой-то самостоятельный мыслительный процесс, он просто начал повторять каждое слово за Мельником и Минаковой. Ах ты шмара, блядь, побитая. Аманов, тупой осёл, я угагаю с него. Играть на гитарке не гумеет нифига, я играю в пятьсот тысяч гаск-гуте. Аманов петь не умеет нифига, вот я пою хгак-хо. Аманов дома в гвагогдетике сидит, у мамки пень сию отнимает. Аманов нигде не габотать, у мамки нахуй сидит, а вот я играю хгак-хо. Да, именно вот так всё и происходит, и как раз с таким характерным шипением микрофона. Ну ладно, Никита Бездушный постоянно утверждает, что я очень плохой игрок, совершенно не умею играть, ну ладно, окей, хорошо. Давайте посмотрим, как же играет Никита Бездушный. Он считает, что его так называемые треки это вообще классно и здорово. Только хочу кое-что заметить сразу, что Никита Бездушный, он вообще никак не умеет играть. Не с точки зрения профессионального какого-то музыканта, а вообще, то есть. Он просто ворует какие-то минусовочки из-за дворок интернета. Потом начинает монотонное что-то там бубнить и называть это песнями. Сейчас мы услышим эти вещи. Только заранее предупреждаю, для неподготовленного слушателя это будет нечто шоковое. Ватники думают, что защищают русскую расу, но все наоборот. Они все с каждым днем охуевают и навлекают на наш народ позор. Как быдло алчные ведут себя и в лицемерии все чаще шкваятся. Что-то пиздят на другие народы, но сами же не стоят нихуя. Тут поголовые не понимают. Где-то там в Хачевских-то подвалах Вскрывается жидок по имени Горшок Он делает миньет, вставая на рассвете И сочиняет новый свой хиток Он любит хуй сосать унцу на рэпа Горшок вызвать его, бля, Михаил Его же надо в жопу отпитрюкать И будет еще пидором кумир Не жить на свете этим пидорасом Их надо бить без всяких лишних слов Яйцинопаша анонис Он сам об этом в песнях пел Яйциноконченный фашист Жидок попсовый охуел Людей разводит на бабло За что получит скоро он Литым перцем прям в ебло Будет натянут как гондон Романов тупой, безмозглый осел Нас травить, но очередной раз Нахуй послан был, никому не нужный Нахуй точно так же На его как на канале, одна лишь лажа Ни голоса, ни слуха В словах смысла нет Я еболи бабу Ну и как вам сие музыкальное искусство Я уверен, что ничего более ужасного Вы в своей жизни никогда не слышали Нужно Никите вот эти часики подарить За место метронома Может хоть чему-то научиться Никита, гляди вот так вот Опа-опа Классно же А сейчас давайте немного вернемся К духовному наставнику И идейному вдохновителю Никиты Есилищева Сергею Мельнику Получается очень забавная ситуация В своих бесконечных интернет-срачах А заниматься Сергей Мельников Только срачами уже много лет и более ничем Потому как интернет-срач для Сергея Мельникова Это единственный способ Хоть как-то обратить на себя внимание Так вот, в своих бесконечных интернет-срачах Сергей Мельников постоянно называют всех геями И вот вместе со Светланой Минаковой Они воруют личные фотографии из чужих страниц И перефотошопливают их в гейскую тематику Таким образом, с помощью графической передвиги фотографий Много лет подряд в интернете выставались геями Константин Сапрыкин, Станислав Бой Ну, я, естественно И также человек 20-30 тысяч, как минимум Все это распространяется по интернету С шокирующими комментариями Например Наконец-то найден любовник Константина Сапрыкина Информация 100% Шок-контент смотреть всем Причем самое интересное, что Сергей Мельников В своих многочисленных хейтерских пабликах Красочно и с упоением описывает Кто и как из мужиков между собой трахаются В мельчайших деталях Ему бы книги любовные для геев писать Это было бы самое то То есть не нужно быть ясновидящим, чтобы понять Сергей Мельников проявляет к данной тематике Очень серьезный интерес Но в принципе это его дело Только вот проецировать на других свои фантазии И наклонности Это не очень правильно Еще хотелось бы заметить Что у Сережи Мельника почти в 40-летнем возрасте Нет ни семьи, ни детей, ни жены, ни девушки Сука, бля Вернее, девушка у него все-таки, как он сам утверждает, есть Это та самая Светлана Минакова Малолетняя быдлячка из села Отрадное Воронежской губернии Света Свинья Мало того, что она проживает за несколько тысяч километров От Сергея Мельникова Так еще и в другой стране Именно поэтому за Сергеем Мельниковым Закрепилась слава 40-летнего девственника Во всяком случае с женщинами то он точно девственник А все остальное уже неизвестно У слабоумного юноши Никиты Селищева Есть одна особенность Он любит бредить так называемым куколдингом Точно так же, как его идейный вдохновитель И наставник Сережа Мельников Любит бредить геями И здесь выплывает очень интересный момент Что Сережа Мельников, что Никита Селищев Они постоянно постят фотографии С какими-то геями, с какими-то куколдами Подрисовывают туда чужие лица и так далее Но вопрос, где же они эти фотографии берут Получается, они целыми днями торчат На таких сайтах специфических Итак, что же такое все-таки куколдинг? Давайте посмотрим Итак, куколд Фетишистская сексуальная практика В которой один из супругов является Соучастником сексуальной неверности Своего супруга Основным сторонником фантазии Почти всегда является мужчина Именно он убеждает свою жену Участвовать в его фантазии Ну да, такие себе мысли-то у Никиты Селищева Не очень здоровые С помощью добровольцев удалось посчитать Сколько раз в течение трех суток Никита Селищев употреблял Слово куколд и его склонение Куколдинг Итак, значит Делим две тысячи На три дня Опа Получаем шестьсот шестьдесят шесть Какое отличное число И шесть в периоде Это получается, что Никита Селищев В среднем думает в день О таком явлении, как куколдинг Шестьсот шестьдесят шесть раз Если округлить, то шестьсот шестьдесят семь Ни один нормальный мужик Столько раз в день даже о бабах не думает Ну Это наводит на мысли Может быть Никита действительно мечтает Стать каким-то куколдом Ну тут уж мои полномочия закончились Как говорится, каждому свое Кстати, по поводу конкретно вот этой фотографии Какого-то дурачка в женской одежде Никита Селищев всех активно уверяет Что это якобы я Ну фиг знает, может какое-то сходство есть небольшое Ну в общем он везде говорит, что инфа сто процентов Все доказано И пытается везде эту фотографию распространять Вместе со своим дружком Мельником Итак, возвращаемся непосредственно К виновнику всего торжества Никите Селищеву Как мы недавно выяснили Никита Селищев день и ночь бредит таким сексуальным отклонением Как куколдинг Куколдинг Кто у кого болит, тот про то и говорит Просто пиздец Но это еще далеко не все Как я уже ранее говорил В сети гуляет реальная интернет-переписка Никиты Селищева С подтвержденным представителем сексуальных меньшинств И собственно вот она Давайте послушаем, как же сие происходящее Откомментировал сам Никита Селищев Веришь, нет, меня это абсолютно нихуя не задевает А переписки, блять Даже если бы я и переписывался с кем-то из мужиков На тему голубизны, блять Но это еще ни о чем не говорит Потому что нет же фактов, что я вживую этим занимался Да, кстати, хотелось бы заметить Что вот этот непонятный персонаж Прибегал ко мне в личку в ВК И истерично угрожал Чтобы я не смел трогать Не смел прикасаться к Никите Селищеву Видимо были задеты очень теплые И очень глубокие чувства Но это уже их личное дело Пиздец Итак, а как вы думаете Кто же обнародовал данную переписку И залил ее в общий доступ А слила всю эту информацию в глобальную сеть Светлана Минакова Та самая девушка Сергея Мельника Во всяком случае Сергей Мельник хочет так думать Что она его девушка Блять А кто же такая эта самая Светлана Минакова Как известно из достоверных источников Именно Светлана Минакова Из поселка Отрадное Воронежской области Хотя сама она утверждает Что уже очень давно не живет в этом поселке А живет где-то в другом месте Хотя факты, естественно, говорят об обратном Как она сидела пять лет назад в своей пустой комнате с картинками на стене так и до сих пор сидит. Никуда она из своей деревни не вылезала. И вот, как говорят многочисленные подтвержденные источники, именно Светлана Минакова является серым кардиналом всех этих интернет-срачей. Вот таким образом Никита Селищев полностью погрузился в этот воняющий интернет-бледюжник и расположился на самой низшей ступеньке иерархии отбросов общества. Вы посмотрите вокруг, это же бледушник! Именно Светлана Минакова координирует все действия в этой воняющей помойке. С кем устроить новый срач, на кого обрушить новую порцию интернет-травли? Именно она лоббирует большую часть создаваемых хейт-пабликов, именно она создает основную часть фото-жаб. А Сергей Мельников, по сути, это всего лишь безвольное существо, инструмент для выполнения ее планов. Это что, ее бледушник получается? Итак, давайте еще разок немножко вернемся к эротическим фантазиям Никиты Селищева. Осенью 2020 года, относительно недавно, по всем новостным телеканалам Российской Федерации примекнуло такое видео о тайной интернет-жизни одного высокопоставленного чиновника, теперь уже бывшего чиновника. Давайте глянем. Я приличная принцесса. Очень приличная. Я не кручу попы. И с незнакомыми не знакомлюсь. Моя попка клусная. Ее ни за какие сокровища в мире не купишь. Ну и как вам? Ничего не напоминает? Давайте еще раз глянем. Я не кручу попы. Моя попка клусная. Ее ни за какие сокровища в мире не купишь. Хулить можно? Ну хрен его знает, господа. Вот среди моих знакомых и друзей, почему-то никто не говорит про свою вкусную попку. Ни в интернете, ни где-либо еще. Ну, да не то, что приговорить. Даже в мыслях-то такое, в принципе, невозможно. Очень забавно, но вся эта помойка, Мельник, Бездушный и Минакова, постоянно твердят о том, что они воспитанные, культурные и высокоинтеллектуально развитые люди. Однако, ни одного из этих вышеперечисленных качеств никто у них никогда не видел. Совсем наоборот, кроме распространения бесконечной клеветы по интернету, никто из них, по сути, больше ничем и не занимается. Давайте хотя бы глянем на дерьмоканал Никиты Селищева. Кроме обыкновенного сранья, тут, по сути, ничего и нет. Самостоятельно, к сожалению, Никита Селищев ничего не создает. На это у него, извините, мозгов-то не хватит никогда. Поэтому Никита Селищев просто берет чужие видео и начинает партизировать на них. Но это даже не самое ужасное. А дело в том, что потом Никита Селищев начинает засыпать спамом абсолютно все каналы схожей тематики. Сотни и даже тысячи спам-сообщений в день, чтобы получить хотя бы какие-то просмотры. И после этого Никита Селищев хочет сказать, что он ходит на работу? Да когда же? А также Никита Селищев очень любит поливать говном известных музыкантов. Обратите внимание, не их творчество, а именно саму их личность. Как и положено настоящему хейтеру и истинному говнотроллю, Никита Селищев абсолютно ни в чем не разбирается и ничего не умеет. Но по любому вопросу всегда имеет свое мнение и по своему хейтерскому мировосприятию считает его единственно правильным. Но если вдруг кто-то не согласен с его мнением, то это по мнению Никиты сразу же ААА! ЗАШКВАГ! 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 Вообще, это слово стоит на втором месте в словарном запасе Никиты Селищева. А весь целиком словарный запас Никиты не так уж и велик. 15-20 слов. Но для его хейтерской интернет-деятельности этого вполне достаточно. И казалось бы, да и хрен с ними три отброса общества круглыми сутками торчат в интернете и постоянно блюют черной завистью. Но не так все просто. В своих бесконечных интернет-срачах эти три выродка постоянно переходят на оскорбление чужих родственников. То есть начинают затрагивать тех людей, кто никогда и никоим образом их не касался. Заткнись! Свинья это твоя мамаша, которую ебут постоянно! Это у твоей мамаши свинячья корма выродок! Эй, конченый! Мамка твоя свинья ебаная! Мамку твою ебут бутылкой во все дыры! Ах, кстати, я согласен со Светой! Мамка твоя действительно свинья! Не воспитала тебя! Уже столько раз заказано, что жена ему изменяет направо-дналево! Ну, если у тебя есть жена, то она свинья! Но у тебя ее нет, потому что ты гей! А мы со Светой про тебя слова плохого не сказали! Света моя девушка, кстати! Еще, кстати, мои люди навели такую информацию, что дед твой, который был на войне, он был тоже куколдом, а его бабка, вернее, твоя бабка ебалась с Гитлером, а твой дед дрочил на это. И заметьте, все это пишут умные, образованные и культурные, как они сами себя позиционируют люди! Малакасос бездарный, поешь, как титр ненормальный, ни голоса, ни слуха, стихи, ни о чем, ни ритмы и нет смысла, Блогер с тебя никакой! Блогер с тебя никакой! Бедушный! Никитка, бедушный! Никитка, бедушный! Никитка, бедушный! Мальчик-огурчик никому не нужный! Даже самый бездарный планета чувак, и то тебе лучше! Никитка, бедушный! Никитка! Я не бою его вообще, сука! Мозгом трахнутый! Ну а теперь, наконец-то, подошло время перейти к самому главному. Как я уже говорил в начале видео, Никита Селищев задолжал мне 100 тысяч рублей. Все дело в том, что вся эта хейтерская кучка недоносков живет исключительно мыслями обо мне. Например, Мельник и Минакова уже почти три года с замиранием сердца ловят каждое мое слово. Их даже волнует то, какой кетчуп у меня в холодильнике стоит, либо какую минеральную воду я пью. Они бегают за мной абсолютно везде, где бы я ни появился. И заскринивают абсолютно каждое мое сообщение, оставленное в открытых доступах. То есть эти ущербные персонажи живут исключительно мыслями обо мне и больше ничем. Минакова с утра до вечера ворует мои фотографии для переделки в графических редакторах, создает паблики, ну а Мельник записывает какие-то песенки. В принципе, это совершенно не важно. Тут дело совершенно в другом. Сергей Мельников уже почти на протяжении трех лет каждый день умоляет меня прийти к нему на онлайн-стрим. Мне данное мероприятие совершенно никак не интересно, точно так же, как и сам Сергей Мельников. Поэтому я назначил цену своего присутствия на его онлайн-стриме 50 тысяч рублей. И это не заградительная сумма, как утверждают некоторые долбоебы. Это всего лишь моя довольно скромная компенсация за то, что я приду на его дерьмо-канал. Потому что кроме дерьма Сергей Мельников не делает вообще ничего. И как только назначенная сумма упадет на мой счет, через 72 часа я достану Сергея Мельникова из черного списка, и мы в спокойной обстановке обсудим день и время, когда этот стрим может состояться. Но тут кроется одна проблемка. Сергей Мельников считает себя вокалистом и пародистом, гордится тем, что записал 30 альбомов. Но за все те годы, что он занимается вокалированием, кроме китайского микрофона за 1000 рублей, даже без поддержки фантомного питания, Сергей Мельников так и не смог ничего приобрести. Из этого можно предположить, что 50 тысяч рублей Сергей Мельников даже в руках-то никогда не держал. Поэтому уже почти 3 года Сергей Мельников продолжает бегать, скулить и клянчить каждый день, чтоб я пришел к нему на стрим бесплатно. Ну пиздец, блять, попрошайка. И вот относительно недавно, около полугода назад, меня также начал умолять прийти к нему на стрим его личный сетевой питомец Никита Селищев. И вот теперь они уже оба, каждый со своей стороны, постоянно умоляют меня прийти к ним на стрим. Выбирайтесь с двух куч говна-то, а. Да пожалуйста, я раз не против. Платите деньги, я хоть каждый день к вам на стримы ходить буду. А нет денег, ну блин, до свидания. Да, кстати, хотите небольшой прикол про Сергея Мельникова? Как бы в данном случае к делу вообще никак не относится, но просто забавно. Сергей Мельников, он очень любит спекулировать на тему Великой Отечественной войны. Хотя он понятия не имеет, что это была за война, и вообще ничего про нее не знает. Даже если, допустим, его спросить, в каком году началась Вторая мировая, он 100% даже не скажет. Я уверен в этом. Ну так вот, тем не менее, Сергей Мельников, он как в жопу раненый сайгак, везде в комментариях бомбит, что у него два деда на фронте погибло. У меня два деда на фронте погибло! Два деда, понимаете? Суки, блядь, пиндосы, ненавижу американцев поганых! Но, как выяснилось совсем недавно, еще один дед умер дома собственной смертью. Как раз в тот момент, когда Сергей Мельников массированно атаковал хейтом Константина Сопрыкина. Получается, что у Сергея Мельникова было три деда? Классно, блядь! Внук полка, ептый! И вот уже окончательно отчаявшись затащить меня на свои говноканалы, Мельник и Бездушный начали разносить такую пургу, что я типа их боюсь. Ага, типа сейчас я поведусь на что-то подобное и прям побегу к ним на стрим. Кого мне бояться? Какого-то неумытого таджика-полубомжа? Или малолетнюю личинку из Кемерово, доказанного полупедика? В общем, план взять меня на слабо у товарищей отбросов общества тоже провалился. И вот Никита Селищев решил предпринять самую радикальную попытку. Он начал массово рассылать везде сообщения о том, что якобы какие-то его люди скоро ко мне приедут в течение двух недель и заставят меня выйти к нему на стрим. Ну а я, естественно, как всегда в очередной раз рассмеялся в лицо малолетнему недоноску. Не зная, что делать, сгорая от собственной никчемности и беспомощности, Никита Селищев решился предложить мне честный спор. Если его люди на самом деле заставят меня выйти к нему на стрим, то я заплачу ему за это 50 тысяч рублей. Если этого не случится, то он платит мне. Я, естественно, согласился. Скину тебе 50 тысяч, если тебя не будет у меня на стриме. Если ты будешь у меня на стриме, то ты мне скинешь 50 тысяч. Я когоши для всех, потому что я честный мужик, а ты погаши, куда все ссуты скрут. И я даю слово не тебе пиздобол, а всем нагмальным людям, которые меня знают, что я пущу тебя на стриме. На этот раз он заплатит мне 50 тысяч, потому что я не проиграю поги. Мои люди уже вычислили тебя и сколько они к тебе приедут и заставят тебя выйти на стрим. Я не шучу. Это будет антиковать на через неделю или две. Итак, крайний срок этого уговора выпадал на 8 ноября 2020 года. Я уверен в своих словах, и он проиграет мне к спору. Дождись начала 8 числа, прежде чем мне верить. Итак, 8 ноября 2020 года, естественно, ничего не произошло. Но Никита Бездушный почему-то начал сливаться и стал переносить стрим на 15 число. Но по сути, он уже должен мне 50 тысяч, потому что на счет 8 числа он пропизделся. Так как 8 ноября 2020 года это был крайний срок его заявленных двух недель. Он сам их так заявил. Естественно, 15 ноября 2020 года никакие люди Никиты Селищева ко мне не приехали. А на стриме появилась Светлана Минакова в «Белом парике» и в «Капюшоне». Я сидела дома, никуда не выходила. Мальчика из армии ждала. Та самая виртуальная девушка Сергея Мельника. И представьте, нашлось даже пара долбоебов, которые поверили, что это действительно я. Заметьте, самое главное, что Никита Селищев позиционировал себя как честного мужика, который держит слово и все такое. И давайте посмотрим, как он теперь прокомментировал эту ситуацию. Бля, я сейчас бью кулаком об кистол и со смеху о том, как ты пгайгал мне спор и обгавдываешь эти фиги. Я слово свое сдеггал. Мало тебя в прямом офиге отпиздили. Еще хочешь? Ой, давай-ка ты пиздить будешь дуракам каким-то. Ну вот здесь даже какие-либо комментарии излишни. После подобного бездушный называет себя честным мужиком, пацаном, который держит слово. Ну, блин, короче говоря, за 8-е, за 15-е число бездушный должен мне по 50 тысяч в сумме 100. И так позже, окончательно забравшись, Никита Селищев начал дальше себя топить. Начал вещать такую херню, что его люди приедут и мамку мою на стрим вытащат. Туда-сюда, как всегда, переход на мамок. И так, короче, как ни крути, Никита Селищев должен мне 100 тысяч рублей. Эта личинка, она полный пиздобол, как вы уже убедились, и ничего возвращать не собирается. Поэтому я хочу пообщаться с родителями Никиты Селищева и забрать деньги с них. Ну, это же их личинка, пускай они отвечают за него. Так что, если у кого-то есть какая-то информация о том, кто такие родители Никиты Селищева, как с ними связаться, обязательно эту информацию мне скиньте. И мне придется пообщаться с родителями Никиты Селищева, потому что деньги свои я собираюсь забрать. То есть, тут как бы, вернее, не мне придется пообщаться с родителем Никиты Селищева, а им придется пообщаться со мной. Потому что я взрослый человек, они взрослые люди, будем решать вопрос по-взрослому. Ну и напоследок бы еще хотелось сказать несколько слов о том, что Никита Селищев постоянно обвиняет всех в двойных стандартах и лицемерии. Хотя сам Никита Селищев полностью погряз в этих проявлениях. С остервенением из голодавшейся мандовушки Никита Селищев постоянно оскорбляет представители русско-рокового движения. А также самые известные группы этого плана, такие как Короли Шут, допустим, или Сектор Газа. Однако это не мешает Никите Селищеву любовно долбиться в десна с Сергеем Мельниковым, который кроме этих групп собственно ничего и не знает. В своих дерьмовидосах Никита Селищев постоянно оскорбляет Виктора Цоя, Юрия Клинских, Михаила Гершенева, Яцину Павла из Красной Плесени. Короче, все то, что так ценит Сергей Мельников. Однако это не мешает им прилюдно долбиться в десна. И о каких двойных стандартах и лицемерии тут вообще может идти речь? Также Никита Селищев не поддерживал откидание страйками на ютубе. А вот это вот вообще очень интересный момент. Тут вообще, кстати, очень интересная ситуация образовалась. Больше всех орал, что страйки кидают в интернете на ютубе только петухи, только зашкварнки. Так вот, больше всех об этом орал именно Сергей Мельник, кстати. Вот. Он даже там всякие песни пел, что там про Сапрыкина, что-то такое, что страйки кидают только петухи, мужики дают ответку. Но во всем этом, так сказать, замкнутом комьюнити самый первый страйк на ютубе кинул именно Сергей Мельник. Он кинул его бордею. В принципе, вообще ни за что. Бордей просто взял его стрим, ускорил, ну типа показать, что все это вода. Вот. И выложил себя на канале. И как только у Мельника появилась возможность, он сразу же кинул страйк. То есть, тот, кто орал больше всех о том, что страйки для петухов, как только появилась возможность, он сразу же сам кидает страйк. Как так-то, блядь? Вот. Причем, Бордей, в принципе, я сейчас не буду оправдать Бордей, а Бордей это еблан тот еще, на нем пройбы ставить негде. Но суть-то в том, что Бордей, в принципе, он дорогу-то Мельнику нигде не переходил. Он всего лишь был в некоторых вопросах слегка с Мельником не согласен. Но тем не менее, Бордею въебали страйк. Вот как-то так. Я, например, кидал два страйка, один бездушному, другой Мельнику. И не потому, что они какую-то там херню про меня высирали, а потому, что пошло реальное оскорбление моих родственников. Вот теперь кусай локти и лучше подумай, что делать с тем, что тебе жена с неграми изменяет, а ты импотент, конченный, ничего с этим поделать не можешь. Например, высирь бездушного про меня провисел у него на канале около двух месяцев и меня это абсолютно никак не задевало, потому что мне пофиг. Но как только Никита бездушный начал открывать свою поганую пасть на моих родственников, я сразу же залепил ему страйк. А к тому времени Никита Силищев уже успел наснимать про меня херову тучу говна. И как только ему прилетел один страйк, он обосрался и сразу же все поудалял. Чуть позже на стриме у дедушки Бордея дедушка Бордея задал бездушному вопрос, а зачем ты все это поудалял? Никита бездушный естественно сказал, что да мне просто Романов вообще никак не интересен, поэтому я и удалил про него все. То есть малолетний ссыкло Никита Силищев просто обосрался признать то, что он обосрался. А на самом деле по поводу того, что я ему не интересен, ну так это мы сами все видели. Никита Силищев тоннами строчит день и ночь про меня сообщения в пабликах. Это значит, что я ему совершенно никак не интересен. Ну, видимо, его судьба просто быть пиздоболом. Однако больше всех бомбит из-за страйков именно Сергей Мельников. Тот самый Сергей Мельник, который самый первый начал этими страйками кидаться. Еще Сергей Мельник постоянно старается выйти чистым из воды. Создаются паблики, создаются фото жабы и прочее говно и Мельник говорит, что никогда к этому отношения не имеет. Однако совсем недавно ко мне прилетает страйк от Сергея Мельника за авторские права. А страйк Сергей Мельников кинул за мое кавер исполнение песни Сектора Газа А видеоряд в этой песне состоял чисто из фото жаб, набранные из хейтерских пабликов, к которым Сергей Мельников естественно не имеет никакого отношения, по его словам. Ну как же тогда можно кинуть страйк за авторское право, если ты этого не делал? Также иногда слегка задевавшись, Сергей Мельник начинает про себя же писать от имени пабликов, которые он не создавал. Также в его основном паблике все те же самые фото жабы, которые он опять же не делал. В общем, три завравшихся полностью отброса общества Минакова, Мельник и Бездушный, как говорится, нашли друг друга. Здарова всем, абсурдофилия на связи, и с вами Сергей Мельник, а сегодня у нас специальный гость, Никита Бездушный. Итак, Никита, скажи, вот я ведь хороший человек, я ведь никогда в жизни вообще ни с кем не срался, никогда даже слово плохого никому не говорил. Ха-ха, ну подумаешь, там, ну тебя там петушным годик называли, там, петухом, картинки какие-то там про тебя делали, там, песни света пела, ну, это же шутки все, ну, чтобы смешно было, ну, это же просто шутки, чтобы весело было. Ну, скажи ведь, Никит, ну, это же ведь ничего же не значит. Ну, не, Сигюга, это, это все нормально, это, Сигюга, это все кагахо. Ну, Сапрыкина я там хейтил несколько лет, там, много, конечно, было смешного про него сделано, картинки всякие, фото, жабы, там, песен много было спето, ну, это же просто юмор всего лишь, это же, чтобы весело было, ну, что такого-то, ну, скажи, это же ведь, я же ведь не срался, ни с кем, никогда. Ну, не, Сигюга, это, это все нормально, это, Сигюга, это все кагахо. А, Роман Афон, песню целую про Сапрыкина записал, это уже ведь ни в какие рамки не лезет, ну, А, Зашкваг, Зашкваг, Зашкваг. Ладно, я там что-то делал, это же только для того, чтобы весело было, ну, чтобы смешно, для смеха. Ладно, мы там со Светой всякие паблики про людей создаем, но это же все просто для смеха, чтобы весело было, там, про Сапрыкина того же самого, ну, сколько там было фотографий, там, песюны всякие, как к нему пририсованы, ну, это же просто смешно, чтобы люди веселились, ну, это, никакой же злобы-то здесь ведь нет, ну, ты же понимаешь, Никита. Ну, не, Сигюга, это, это все нормально, это, Сигюга, это все кагахо. А, Роман Афон, представляешь, он оскорбляет по-настоящему, он Свету свиньей назвал. А-а-а, зашкваг, 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 Ну, подумаешь, там, Света мать там его оскорбляла, что его там мать ебут бутылками бомжи, ну, это же только чтобы весело было, чтобы смешно было, ну, в этом же ничего такого нет, это же просто юмор всего лишь, ну, подумаешь, я там, ну, детей Романова там обзывал, да, вот, жену Романова обзывал, ну, подумаешь, что такого-то, это же только для того, чтобы смешно было, это же просто юмор, ну, чтобы весело было, а Романов-то, он же ведь злой на самом деле человек, мы-то ведь, Никита, не злые, мы же ведь только для того, чтобы смешно было, да, чтобы весело, чтобы было, а Романов, он бомбит в интернете, он меня бомжом назвал, Аааа, зашкваг, 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 подумаешь, там, у меня до сих пор ни в семье, ни детей, как бы, я с мамой до сих пор живу, мне почти 40 лет, образования никакого нет, ну, нормальной работы тоже нет, но зато у меня Света есть, Света моя девушка, кстати, а Романов бомбит, Ааа, зашкваг, 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 нам вообще со Светой срачей давно надоели, ну, Света моя девушка, кстати, вот, А Романов, он срачий в интернете, разводит день и ночь, ну, ладно, мы там со Светой делаем там всякие паблики про людей, там, каналы для сральни создаем, но это же, чтобы смешно было, это просто юмор, А Романов срачий разводит, Ааа, зашкваг, 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 ну, Света, конечно, у нас больше по фотожабам специализируется, там, как бы, хуи там кому-нибудь, там, прорисовать, там, я не знаю, детей чих-нибудь обосрать, там, родственников, Света, конечно, в этом молодец, Света очень талантливая девушка, Света моя девушка, кстати, вот, А Романов, он бомбит, Ааа, зашкваг, 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 вот, даже Саня Бордеев, вот, не даст соврать, что, вот, я ведь вообще никогда ни с кем не срался, да, вообще никому ничего, слова плохого даже никогда за всю жизнь-то не сказал. Ну, и напоследок, я бы хотел обратиться ко всем людям, кто это видео увидит, распространяйте его любыми способами, везде, в Ютубе, ВКонтакте, где угодно, в любых социальных сетях, если у вас нет Ютуб-канала, есть просто аккаунт, создайте канал, заливайте себе туда это видео, слегка меняйте название и заливайте, чтобы эти сволочи не могли его удалить, чтобы он навсегда остался на Ютубе, и вообще в социальных сетях, и всегда там крутился, и вирусился, если только где мог, заходите на каналы бездушного, мельника, в комментариях скидывайте ссылку на этот канал, то есть поступайте так же, как поступают эти гады, не гнушайтесь вообще ничем, ВКонтакте везде, распространяйте его, пускай эти мрази, просто они потунут в этом говне, которое сами же и начали. Смотрите в следующей серии показания других блогеров, больших и не очень, о том, кто такой Никита Силищев и как они про него узнали, как Никита Силищев засыпал спамом их каналов, а также люди расскажут то, что Никита Силищев сам никогда про себя не расскажет, и еще в следующем выпуске вы увидите самая тайная жизнь Никиты Силищева, о чем даже неприлично говорить вслух, только голые на 100% подтвержденные факты, не пропустите, будет очень жарко и очень интересно.